Добрый день, коллеги! Работаем с городом Владивосток. Мы находимся в торговой сети Рэмми, а точнее в магазине Рэмми Сити. Рядом со мной руководитель отдела качества Гульфия Ахунова. И сегодня с Гульфией мы посмотрим, чем отличается этот магазин. Я уже посмотрела, сколько там собственного производства. А на старте предлагаю уточнить все-таки, сколько здесь квадратных метров. Площадь торгового зала составляет примерно 3,800. Площадь собственного производства где-то 800-900 квадратных метров. Ключевые особенности. Мы находимся в Рэмми Сити. Мы находимся в Рэмми Сити. Сколько таких магазинов торговой сети? На сегодняшний день 2 магазина. Этому магазину скоро будет день рождения, 2 годика нам будет. Мы открылись 18 декабря, 2 года назад. Следующий магазин Рэмми Сити 2 мы открыли в прошлом году, тоже 18 декабря. И сейчас заходим с этим проектом, вот с этим красивым большим проектом, заходим на Хабаровск. И скоро открытие. Приглашаем. Ну а мы сейчас посмотрим как раз те особенности формата. И я точно понимаю, что здесь такого немножко доразборчивого покупателя. По крайней мере, все диктует, что я вижу вот отсюда даже. И, конечно, количество собственного производства здесь очень большое. Ну что ж, показывайте, Гульфия. Добро пожаловать. Пойдемте. Очень много еды. Сколько SkyU в формате готовой еды предлагаете здесь? Порядка 300-350 SkyU, если брать полностью и кулинарию, и салаты, и шоу-кухни, и хлеба. Сколько человек работает регулярно в магазине для того, чтобы произвести такое количество SkyU? Ну вот, наверное, на сегодняшний день сейчас в смене находится порядка только на производстве. И в островах шоу-кухни 70-80 человек. 70-80, то есть постоянная смена это 150? 150, да. Штатное расписание 150-160. Не всегда хватает, конечно, не всегда хватает. Но как-то справляемся. Дневная смена приходит утром к 5-4 утра, чтобы подать и вкусные завтраки вовремя, и правильную выпечку, да, к завтраку. Соответственно, вот рабочий день у поваров и пекарей начинается с 4 утра. У нас входная группа действительно сразу же нас встречает хлеб. Обратите внимание, что здесь выпечка, в данном случае мы говорим про лаваши, причем грузинская и узбекская. То есть еще и разница есть. Для меня очень редко, кстати говоря, когда еще и здесь этот ассортимент меняется. Сколько видов лаваши производите? Три здесь, здесь три вида. Но вообще у нас есть в разработке четыре. На сегодняшний день у нас на одном из объектов в Рэмми, возможно, вы увидите, это у нас есть еще лепешка с зеленью. Она продолговата вот такого вида, она немножко другая. Зеленью с чесноком, поэтому на сегодняшний день четыре вида. Если мы говорим, вот опять же, все в сравнении приходится смотреть, вот Рэмми Сити. Чем отличается, например, категория готового хлеба в Рэмми и в Рэмми Сити? Ну, ассортимент отличается достаточно сильно, наверное, процентов на 40. Ну, во-первых, здесь очень много хлебов подовых. Во-вторых, здесь много немецких хлебов. Мы привезли технологию от своих коллег, которые нас обучали в Новосибирске. В-третьих, здесь очень много хлебов на поде. Это типа чиабаты, которые мы делаем. Да, вот это вы видите. Зерновые хлеба, хлеб немецкий по-домашнему, шведский ржаной. Очень удобное оборудование, позволяющее... А, кстати, вот то, что вы не упаковываете хлеб. Мы не упаковываем хлеб. Во-первых, хлеб должен дышать, это первое. Второе, горячего упаковывать. Ну, вы же понимаете, то есть мы испортим продукт. Третье, ну, достаточно удобные вот эти вот стеллажи, которые мы приобрели. Они хороши в эксплуатации. Что-то как раз открывают и достают. Да, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, давайте. Что сейчас было? Это называется новую партию открыли? Достали? Новый хлеб достали? Да. Достали хлебушек, да? А-а-а. Достали хлебушек. Ну, конкретно здесь я вижу, что используется... Шкаф длительного брождения специально, вот как раз для того, чтобы хлебушек в 5 утра подать. Ну, ту же чиабатта, чтобы в 5 утра была горячая. Мы ее продаем там 4-5 раз в день, соответственно, с вечера закладывается тесто, ставится в шкаф длительного брождения и ко времени, там, например, как будильничек, да, как у нас поставщики этого оборудования говорят, как будильничек поставили, соответственно, будильничек прозвенел, пекарь уже пришел на работу, он достает этот хлеб, он живой, он хорошенький, и сразу его в печку. Через 40 минут у нас прекрасный хлеб на полке. Как правило, основная сложность и необходимость, о чем приходится все время думать, это о том, что нужно быстро наполнить полки. Вы сказали, что этот магазин работает круглосуточно, и по факту для того, чтобы регулярно восполнять этот ассортимент, во сколько начинают работать ваши хлебники? Четыре. Четыре утра? Четыре утра. Сколько времени требуется, чтобы, там, не знаю, к десяти наполнить полки? Ну, смотрите, к десяти в любом случае полка будет наполнена. Если мы говорим с вами от момента прихода с четырех утра, то в любом случае к шести уже первая продукция выходит на полки, и она уже укладывается. Это в любом случае. Если говорить, ну, вот какие-то такие вот... Чем гордитесь именно в этом ассортименте? Это вот для вас самое-самое что? Мне кажется, я горжусь, наверное, всем. Ну, да, да, но есть вещи, которыми невозможно не гордиться. Есть у нас вот такая булочка, мы сделали ее ровно по ГОСТу, это булочка СССР. Вот она также называется, булочка с домом СССР ГОСТовская. Ну, это вкус детства, он неповторимый, там, вкус ванили, тесто пышет. То есть вот как раньше, то, что мы покупали, когда бегали, я не знаю, в школу, по-моему, за молочными коржиками и вот за этими булочками. Конечно, конечно, мы этим гордимся. На сегодняшний день очень гордимся хлебом бородинским домашним. У него великолепная ароматика. Он сохраняет свою свежесть 3-4 дня, и мне кажется, даже на второй день. Как раз вот эти вкусовые все вещи, они прямо раскрываются. Ну, это очень круто, это очень вкусно. Там, я не знаю, маслица, кусочек рыбки, да, красный, потому что мы в Владивостоке все-таки. Вот, это прекрасный завтрак. Ну, хлебом, конечно, немецким рожью невозможно не гордиться. Хлеб степной, который мы запустили не так давно, видите, это прямо на семью. А, сразу нарез, нарез, нарез. То есть можно взять прямо сразу вот эту булочку. Булочка весит около килограмма. Можно взять этот хлеб, то есть по кусочкам. Очень удобно для семьи. Из этой же серии хлеб лукьяновский. Вот он большой, вот. Ну, и, конечно, не похвастаться нашей прекрасной чаобатой я просто не могу. Есть чаобата с сыром домашняя, есть домашний чаобат. Ребят, порежьте мне, пожалуйста, хлебушек. Да, сейчас нам отрежут кусочек. Про оборудование. Давайте поговорим все-таки в магазине. И я уверена, что очень важно подбирать оборудование, которое позволяет максимально хорошо демонстрировать продукцию. Вот это оборудование у вас традиционно во всех магазинах или все-таки не везде? На самом деле мы начали закупать закрытое оборудование года два или три назад и стали оборудовать все магазины Рэмми и Рэмми Сити. Вот. На сегодняшний день остановились вот на этой модели. На этой модели, потому что она показала себя, ну, наверное, очень правильно, грамотно. То есть она не ломается, да. Удобно покупателю. Ну, давайте вот классически, как вы предполагаете, что беру, потому что я не вижу здесь щипчиков. А, нет, я и вижу теперь щипчиков. Щипчики есть? Есть, есть, да. То есть вот так расположены пакетчики. Вы можете выбрать любого формата. Они есть муские или маленькие. В зависимости от того, какой хлеб. Щипчики вот здесь вот сбоку. Вы берете хлебушек. Нам, наверное, лучшее качество. Получается? Ну, конечно, получается. Хлебушек. Ну, он такой прям объемный. Он объемный, с хрустящей корочкой. Вышит. Очень хорошо. Я вижу пекарню Реми Сити. Да, и, соответственно, конечно, все. Дальше процесс происходит следующий. Значит, у нас есть вот клавиша 186. Покупатель подходит к весам. Набирает эту клавишу. Все, выходит хлеб Пан Левен. Выходит цена. Все, мы купили. Мы купили хлеб. Хорошо. Вижу здесь Приморец. Это... У нас есть социальные карты. Есть хлеб социальный, который мы делаем. Хлеб кишиневский. Вот он. И вот он есть 400 грамм буханочка и есть 225 грамм буханочка. То есть, стоит этот хлеб, видите, да, по карте Приморца 24,90. Такая социальная, правильная цена. Хорошо. Да, наверное, уже нам отрезали чиабатту, чтобы показать, что же никак на срезе. Да, да, да. Кстати, обратите внимание, как замечательно выглядят повара. Потому что вот это, когда сразу видно, что забота о всяких мелочах, очень красивая одежда. Ага, спасибо. Вот посмотрите, посмотрите, да, то есть, самое настоящее итальянское печенье. То есть, это вот как раз в таких, чтобы... Вот эти хлеба как раз готовим на подовом оборудовании, то есть, на подовых печах. Мы используем у себя подовые печи DeBag. Мы сегодня много говорили про хлеб. Компания DeBag, которая выступает партнером тематики собственного производства, а также выступает партнером экспедиции ритейл здесь, на Дальнем Востоке, в лице Олега Макиенко, имеет возможность мне ответить на несколько вопросов. Тема хлеба в магазинах сейчас одна из самых таких востребованных, ярких. В последнее время как некрупные, так и крупные ритейлеры входят в эту категорию плотно, много вкладывают усилий, задумываются о том, как сделать вкусный, свежий, интересный хлеб и горячий хлеб, доступный покупателю. Какие ключевые моменты нужно соблюдать для того, чтобы достичь вот этого вкуса, хорошей цены, удобства использования, и чтобы действительно эта категория работала, развивала и притягивала трафик на регулярной основе. Сам концепт у нас называется свежий хлеб. То есть, задача дать покупателю вовремя, что очень важно, свежий хлеб. То есть, с утра, в обед и в вечернее время, когда люди идут с работы. То есть, наша задача дать свежий хлеб вовремя. И для этого, собственно, существуют определенные позиции оборудования. То есть, этим концептом мы им занимаемся. Наши технологии, например, позволяют людям, работникам этой пекарни, не выходить ночью для того, чтобы произвести хлеб. Сам технологический процесс довольно емкий, занимает 3-4 часа. Соответственно, если нам нужно к 7-8 утра произвести хлеб, соответственно, сотрудникам нужно выходить, а-ля там, в 4 часа ночи, что не совсем удобно. Поэтому наше оборудование, такое, как камеры расстойки с возможностью прерывания брожения, исключает эти процессы ночью. То есть, сотрудники пекарни закладывают тесто в камеру вечером, и как будильник ставят на камере, например, на 7 утра. То есть, брожение прерывается на ночь, и к 7 утра камера расстойки делает все необходимые процессы, в том числе брожение, к заданному времени. Соответственно, к 7 утра приходят сотрудники, сразу готовое тесто достают и начинают как бы выпекать. Все, у нас хлеб к 8 утра готов. То есть, это одна из задач решается с помощью нашего оборудования. Дальше, ну вот, например, такие печи, как здесь мы видим, представлены, да, это подовые печи. То есть, есть несколько категорий печей, там, ротационные, конвекционные, там, подовые. Но вот особенность подовых печей, как вы видите, это больше традиционная печь. Традиционная, соответственно, на ней получается более традиционный хлеб. Что значит? Хрустящая. Хрустящая корочка. То есть, смотрите, например, на конвекционных, ротационных печах такой хлеб, как на подовой печи, не сделать. То есть, здесь нет никакого обдува, да, никакой конвекции. То есть, на подовой печи у нас максимально раскрывается тесто, поднимается и в ширину, и в высоту. То есть, у нас получается максимально объемный, максимально пышный и максимально вкусный хлеб. То есть, если вот эти две составляющие у нас есть в магазине, то есть, камера расстойки с прерванием брожения, а-ля плюс подовая печь, возможно, еще плюс конвекционная, там, для других разных изделий, таких как, там, круассаны, слойки какие-то, да, какие-то сладкие мелкоштучки. Тогда мы можем закрыть концепт, который в определенное время может давать определенный, но качественный хлеб. Соответственно, так как наша компания, это немецкая компания, а все, наверное, вы знаете о немецком качестве, да. Ну, Lidl, Aldi, это то, куда заходишь и понимаешь. Это наш основной клиент, то есть, в основном, все практически магазины того же Lidl, да, они оснащены также нашей техникой с той технологией, которую мы предлагаем. По секрету, как бы, скажу, что на самом деле, очень много техники нашей ориентированы именно под Lidl, так как эта торговая сеть, она законодатель мод, да, то есть, все смотрят. Хлебная промышленность, вот в этой хлебной категории. Да, 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 это самые успешные пекарни в магазинах, соответственно, это наш ключевой клиент, и эти успешные пекарни мы пытаемся, как бы, транслировать в России, в таких сетях, вот как RENI, RENI CITY и так далее. Я думаю, у нас получается. Да, но на самом деле, еще одна из важных, не менее важных все-таки историй, это то, что мы произвели, нам еще нужно показать в витрины. Безусловно, да. Хотя витрины мы не производим, но это неотъемлемая часть того концепта, который мы предлагаем. Так как хлеб мы выпекли, пусть даже он будет красивый, там, вкусно пахнущий, но мы можем его поставить в какой-нибудь темный угол, там, где его не будет видно, и, соответственно, его никто не увидит, соответственно, никто не купит. Поэтому две очень важные составляющие должны быть, как бы, в этом концепте, это внешний вид и запах. Поэтому, когда покупатель у нас заходит в магазин, да, он должен почувствовать запах, да, соответственно, должен увидеть вот эту витрину, витрина должна быть красивая, он увидел этот хлеб, подошел. Помимо красивый, там должен быть правильный свет, правильная возможность достать его. Да, это и есть, как бы, красивый. Поэтому, когда хлеб подсвечен правильной подсветкой, да, золотистая корочка светится, это все вызывает аппетит вместе с этим запахом, да. А этот аппетит вызывает также стремление к покупкам. То есть, мид пекарня, она не только направлена на то, чтобы дать покупателю свежий хлеб, но еще и увеличить в целом продажи, как бы, в магазине. Так как, ну, так или иначе, аппетит действует на покупателя именно таким образом. Поэтому это еще одна такая фишка, как бы, ну, для всех. Понятно, что когда вы, как руководитель собственных производств или руководители компаний, будете принимать решения, ключевой момент, конечно, при проектировании продумать все вот эти моменты. То есть, где будет стоять оборудование, чтобы оно давало тот запах и создавало ту атмосферу, которая требуется. Где будет стоять витрина для той продукции, которую здесь и сейчас выпекут. И, конечно, мы надеемся, что та категория хлеба, которая готова, горячая, еще к конкретному времени будет у вас уже собираться ваши покупатели, чтобы точно горячий хлеб можно было купить. Ну, и, соответственно, на этой категории вы сможете больше зарабатывать. Ну что, спасибо большое. Компания Дубак – наш партнер, и мы неоднократно с ними встретимся на страницах нашего сайта. Изучайте тематику собственного производства. И встречаемся также на тех мероприятиях, которые мы организуем совместно. Уже в марте мы, надеемся, увидимся на пятой конференции по собственному производству для руководителей собственного производства. Будем делиться деталями. Приходите. На обычное большое оборудование, то есть на обычные, скажем так, обычные хлеба в большом количестве, которые мы печем, ну, тот же Кишиневский, да, хлеб, там, один из здесь, наверное, фаворитов хлеб заливной. Конечно, мелкоштучку мы печем вот на Ревенте, это артенционная большая печь, где каретку загоняешь, и, соответственно, выходит большой выхлоп продукции. А ремесленный хлеба мы печем, ну, с большой любовью, да, и печем на подовых печах дыбак. Кстати, еще один момент. Обратите внимание, есть специальные подсказки, в какое время точно можно получить максимально свежий, только горячий хлеб, да? Горячий хлеб, да, горячий хлеб, да. Соответственно, горячий хлеб, вот, пожалуйста, чайбата, хлеб зеленой на закваске. В какое время можно подойти и получить именно горячий? Есть очередь на такие? Есть, есть, потому что люди приходят специально за горячим хлебом, особенно приходят за заливным хлебом, который, ну, да, это хит-продаж, наверное, в Приморском крае, потому что у него очень такая хрустящая корочка, а внутри он такой, у него влажный мякиш, очень необычный хлеб, я думаю, мы с вами продегустируем и попробуем его. Вы знаете, для меня, например, слово, как бы название «заливной хлеб» практически неизвестно. То есть, вот, для меня из центральной полосы, у нас Дарницкий, там... Подольский. Подольский, да, да, да. Да, сельский, по-моему, да, насколько я припоминаю. Ну, вот этого... Ну, вообще, эта история, на самом деле, она приморская, насколько я понимаю, вот, потому что мы запустили этот хлеб года три, наверное, или четыре назад, но это хит-продаж, он очень сложный в приготовлении, потому что у него жидкое тесто, с ним не очень удобно, скажем так, работать, но научились, и за ним приходят. И от него невозможно оторваться, то есть ты его ешь, ешь, ешь и ешь. Знаете, вот, когда я снимаю видео в магазинах, где много, собственно, производства, со мной гуляют люди, которые отвечают за производство, мы, конечно, про продукт будем говорить много. И уж, скажем, другого варианта я себе не представляю, но потому что в этих магазинах, где много, собственно, производства, именно таким образом формируется постоянный трафик. Потому что за продукцией, которая короткого срока годности, имеет определенную фактуру, вкус и прочее, конечно же, покупатели будут приходить регулярно. Поэтому мы сегодня про продукты будем говорить много. Сейчас мы подошли к кондитерке. Рассказывайте, в чем здесь, сколько, кстати, из калью в кондитерке производится? Ну, порядка, наверное, 30, нет, 40, наверное, тортов, 10 рулетов, и где-то, наверное, порядка 10-12 видов пирожных, десертов, не в том числе, а тоже также 10-12 видов десертов, порядка 30, вот мы с вами прошли там у нас, да, 30 с каю печенья, да, конечно, печенья. Ну, вообще, честно говоря, это гордость, наверное, это сладкая гордость наша, потому что прежде всего мы готовим это, да, без консервантов. Во-вторых, мы готовим это на, то есть используем творог 9-процентный свежий, используем сыр, кремет используем, используем сметану свежую, и используем сливки, сливки только живые, натуральные, да. А какой вопрос, вот это все, что здесь производится, оно продается только здесь или вы все-таки доставляете еще? Кондитерский цех, он, вот именно этот цех на Народном, он отгружает еще 6 площадок, больше, к сожалению, ну, не можем, да, нет, не получается, потому что, да, ну, цеха не были рассчитаны на это, поэтому, ну, как-то так, да, так случилось. А если мы говорим про хлеб, это тоже только здесь производится? Хлеб, нет, хлеб делаем всегда на местах, только на местах, хлеб должен быть всегда горячим. Ну, вернее, так, мы стремимся к тому, чтобы хлеб всегда был горячим, и он был на местах. Хлеб мы не возим. Я сейчас вижу, что мы потихонечку подходим к моменту, и уже видим, что здесь можно и купить сразу. Конечно. Организовано, это тоже замечательно, когда очень долгое время, не во всех магазинах мы имели возможность, ну, все-таки, вот, насмотреться и попытаться сразу съесть, да, я уже видела, что у нас раз кафе и еще кафе, то есть две площадки, где можно перекусить. Две зоны кафе, здесь есть касса, вы можете купить здесь чай, кофе, пожалуйста, есть вот в аппарате кофе, можете взять всю, любую продукцию, вот здесь вот мы с вами потом посмотрим, да, здесь перекусить, такое легкое кафе, ну, наверное, для чая и кофе, да, скажем так, вариант завтрака, возможно, в обед очень много здесь народу. Есть еще второе кафе, можно прям полноценно пообедать или полноценно поужинать. По поводу завтраков, вот мы, кстати, посмотрите, вот 10-38, то есть без вести, я понимаю, что людей откровенно много вокруг готовой еды. То есть, какие у вас завтраки приблизительно идут? В 12-30 завтраки заканчиваются. Мы уже подошли к отделу кулинарии, здесь очень много различной еды, связанной именно с салатами, и вы посмотрите, какие они... Как можно делать такую красивую разноцветную еду? С любовью и с душой, знаете, как-то так. Да, кстати, смотрите, какое решение, я вижу, что вы довольно много делаете напитков. Да. Здесь у нас порядка, наверное, ну, вот сейчас я вижу, что, видимо, еще не все сделано, но порядка 8 или 10 видов морсов. Морсы готовят только на натуральной ягоди, только на натуральной ягоди. Сколько граммов на литр? Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Давайте я вам не буду говорить это в эфире, хорошо? Не раскрывайте все тайны. Но вообще очень хороший, правильный, насыщенный вкус. Реально не нужно дома, ну, заморачиваться, что ли, да? То есть у тебя готовый... Ты можешь это взять, ну, прежде всего, ты можешь это купить и отдать ребенку, ну, в школу, да? Это очень удобно. Студентов, очень много у нас бывает студентов, студенты тоже, то есть они быстренько забежали, взяли бутылочку, взяли бутербродик, присели, поели. Кстати, об особенности площадки. Вот когда мы говорим про готовую еду, мы предполагаем, что за ней будут приходить вот регулярно, да? То есть когда мы говорим про завтраки, про обеды, там, про ужины. Если говорить вот именно по конкретной эту точку, какой трафик в итоге вы наблюдаете, кто именно к вам приходит? Ну, смотрите, за завтраком обычно приезжают водители, да, то есть здесь огромная парковка, которая удобна. Поэтому с утра, конечно, приезжают водители. И очень многие, видимо, мамы, которые не успевают там приготовить завтрак, да, и берут с собой что-то на работу. Конечно, трафик есть утренний такой. Затем приходят школьники, потому что здесь порядка, наверное, локации 4 или 5 школ, то есть приходят сюда детишки. Затем забегают студенты, их очень много. Вот на обед приходят офисники, их очень много тоже, потому что здесь находится и водоканал, здесь находится Влад Хлеб, здесь есть несколько больших офисов, которые приходят сюда и прямо садятся здесь и обедают. Вот, затем... Ну, и у вас большая парковка, поэтому, конечно, приезжайте меньше. Большая парковка, приезжает очень много, да. Ну, и потом, наверное, все-таки приезжают за эксклюзивными вещами очень много, начиная с 4, наверное, вечера приезжают уже люди, по которым видно, что они набирают на ужин, да, себе домой, то есть делают большие покупки, с готовым ужин идут домой. А есть у вас такое, что вечерняя скидка, там, или еще что-то? Нет, в Рэйме Сити нет. Не работаете, да? Ну, это тоже один. В Рэйме мы работаем по этой скидке, в Рэйме Сити нет, скидок здесь нет, магазин круглосуточный. Еда подается только по необходимости, по заявкам. Ну, мы видим очень большое количество еды. Да, вот каши, да, то есть, пожалуйста, ну, любой тыквенный с молочной, молочной, да, видите, с маслицем, да, доп.услуга такая, да, с маслицем, пожалуйста. Очень много еды. Я понимаю, что здесь, конечно, разнообразие такое, что ты хочешь, не хочешь, ты готов будешь регулярно возвращаться, и по большому счету, чтобы наскучить, это надо очень постараться, настолько часто приезжать. Ну, для меня, как человека из Запада, да, то есть, вот очень многие вещи, как хёй, шиитаки, салат, стрелки чеснока, ну, мягко скажем, ну, это в меньшей степени нам встречается, и отдельно удовольствие понимать, сколько здесь нарядных салатов. Вообще, вот это свежее, вообще, кстати, насколько я понимаю, вообще здесь очень дорогая продукция, овощи, фрукты. Как получается вот эту цену, ценность собрать, чтобы всё и по себестоимости было достойно, и не отпугнуть покупателя? Ну, всё равно находим какую-то, всё равно, среднюю составляющую, да, в любом случае, да, здесь сложновато с овощами, с фруктами сложновато, скажу я вам. Но, в любом случае, ну, смотрите, вот этот салат, например, салат Лазат, он, например, уровня ресторанного, то есть, мы его переманили с ресторана, то есть, мы взяли его с ресторана, это обжаренные без корочки баклажаны, в особенном соусе. Вкус великолепный, то есть, присутствие сладости, солёности, послевкусия, раскрытие ещё и сыром, ну, это просто гастрономический рай. Вот, конечно, очень много здесь присутствует у нас, например, корейских салатов. Я могу вам сказать, что в Хьюэшитаке нам ставили наши гости, корейские друзья, которые прилетели с Южно-Сахалинска, то есть, настоящие корейцы. То есть, ты не знаешь, что такое технология. Салат с пеблей, чеснока острые, они нам тоже дорабатывали, подсказывали, доводили нам, подсказывали, как довести до вкуса, именно вот так, чтобы любой кореянин, который приехал сюда, попробовав, он сказал, да я нахожусь у себя дома, просто в Корее. То есть, аутентически максимально, то есть, если мы попробуем, то потом надо будет по нему сравнивать, да? Конечно, конечно, конечно. Хорошо, будем пробовать. Ну, конечно, классический салат и винегрет, без костей. А, кстати, самый популярный салат, какие у вас? Ну, как и везде, винегрет, ну, правда. Винегрет с картофелем, винегрет без картофеля, селедка, да, да, селедка под шубой, салат, конечно, Цезарь. Здесь у нас есть, помимо вот шубы той классической, которую мы, в принципе, с вами, к которой мы с вами привыкли, здесь мы еще делаем, ну, вот еще, наверное, не подали, еще, наверное, ее готовят. Это шуба по-царски, она с грушей, с красной икрой, да, внутри, да, она такая очень своеобразная. Ценник, конечно, не маленький, но, слушайте, ну, порадовать себя, конечно, конечно, конечно. Давайте мы здесь не можем не говорить еще про оборудование, все-таки, смотрите, витрины все идеально показывают картинку, да, то есть мы действительно не видим никаких, то есть глаз ни на что не цепляется, не мешает видеть то, что мы видим. И очень хорошо организовано пространство, которое ты не можешь пропустить, а именно взять с собой приборы. Очень часто сталкиваюсь с тем, что вот в режиме путь покупателя, когда я вот иду, я забываю про то, что мне нужно взять приборы, и когда на кассе до меня доходит, а еще если на кассе нету, то это неудобная история. Когда ты уже все купил, ты собираешься поесть, и бац, у тебя нету с собой... Очень удобно, когда вот так все организовано, очень рукой. Конечно же, очень красивая витрина. Ну, она такая, да, аппетитная, да. Я сталкивалась с такой витриной, в том числе для сыра, когда в открытой выкладке, а здесь, соответственно, все подсказки, да, да, хорошо. Очень удобно, во-первых, она очень красивая, да, во-вторых, она прям вызывает аппетит, в-треть, выглядит это очень эстетично. Гарниры, гарниры, ну, то есть рис по-китайски, рис с овощами, гречка с овощами, да, в любом случае, с оба с овощами, перловка с овощами, которая очень пользуется здесь спросом. Ну, да, перловку готовить дома долго, правда же? А здесь купил, все готовое, все доведено до вкуса. Вот, смотрите, да, завтрак Реми-Сити, то есть прям конкретно отмечено, что можно здесь приобрести. А вот так средний, средний, ага, смотрите, цена, омлет классический 29, ну, 30 рублей за 100 грамм. То есть это получается, условно, там 60 рублей порция, да? Да, да, да. Очень доступная цена, очень доступная. Ну, а здесь уже начинается кулинария. Боже, как вкусно пахнет. Богатство выбора. Да, тут называется, даже если ты приехал, в принципе, не голодный, в какой-то момент его величество аппетит начинает о себе знать. Это факт. Ну, что ж, мы таким образом сейчас прошли основное, готовую еду, которая в накрытии. Давайте, но мы поговорим, и в самом начале мы достаточно хороший кусок встретили, той, которая уже упакована. Вообще, что касается готовой еды, которая упакована, то есть бери и иди, да, насколько активно ваш покупатель покупает именно такую еду, которую не надо вот накладывать, а просто взял и пошел? Ну, к сожалению, наверное, мы приучаем этого покупателя, но пока приучаем достаточно сложно. К этому идет все, ну, мы приучаем, но пока сложно. Поэтому мы стараемся это делать. В любом случае у нас есть разнообразие там, да, для того, чтобы взял с собой и пошел. Вот, но пока все-таки больше отдает, наверное, классики жанра здесь именно. Вот, ну, первое, прийти посмотреть, второе, пообщаться они, ну, тут уже покупатель свои, да, сформировался свой костяк покупателей, приходят к девочкам, спрашивают, что новенького. Иногда люди приходят просто пообщаться, просто про новенькое. Кстати, про новенькое, как быстро разобновляется ассортимент? И есть ли какие, ну, вот, именно вот про новинки, сколько новинок, не знаю, в месяц, в неделю? Нет, ну, в неделю, конечно, нет, но новинки 3-4 в месяц мы всегда выпускаем, ротируем ассортимент в любом случае. Ну, смотрите, здесь же Приморский край, здесь получается, как бы, зависит очень много даже от той сырьевой составляющей, которая здесь, ну, плавает, да, например, если это рыба, да, то есть, вот, как только появляется какая-то рыбка, то есть идет у ее былов-улок, соответственно, у нас появляются какие-то и блюда, ну, то есть даже так происходит. Вот, например, если сбор урожая по стебле с чеснока, он идет по весне, и когда там, вот сейчас, к сожалению, у нас не представлено это, но я думаю, что мы на следующий год нам соберут эти дикоросы, то есть, например, это будет салат из дуванчиков, да, то есть салат из морской капусты сладкий, да. Сейчас... Сладкий? Сладкий, да, сладкий, да, это очень необычное блюдо, да, которое, фирменное блюдо, которое очень любят на Сахалине, я думаю, что мы сюда это привезем, это будет очень круто. Специалитеты? Да, да, это дикоросы, которые под нас будут собирать, и я думаю, что у нас все получится, мы запустим этот проект здесь, именно начнем здесь запускать. Замечательно. Ну, и вот, знаете, когда мы видим окошки на то производство, которое находится там, это тоже вот как бы история про подсказку, как же мы готовим, да, то есть очень много таких вот технологических деталей, но на самом деле это элемент шоу, но не настолько красивый может быть, но мы сейчас можем посмотреть уже более такие шоу-истории. Вообще, насколько понимаем, в шоу-истории очень многие сейчас уходят, ровно потому что ту эмоциональную составляющую магазина, которую нужно добавить, этим нужно заниматься. Отдельный момент, что шоу-истории в магазинах, это непростая, непростая задача, потому что, с одной стороны, технологический процесс, конечно же, привлекает внимание, да, мы же не работаем, другие работают, но мы смотрим только за этим, вот, но очень важно, чтобы было там это оборудование достойное, да, и чтобы оно выглядело достойно, потому что его уже надо по-другому как-то оформлять иногда, да, вот, и, конечно, я приотлично понимаю, что это не просто, но, боже мой, как же это хорошо работает в итоге на продаже, да, в том случае... Это доверие покупателя, когда ты показываешь, что ты здесь сейчас приготовил, это все свежее, притом покупатель сам выбирает, ой, вот это мне подать, вот это мне дать, вот это мне заверните, это круто. А что касаемо самого персонала, ведь все-таки в режиме, вы же нанимаете людей, которые готовят, а тут им нужно улыбаться дополнительно, проявлять какие-то иногда таланты артиста. Да-да-да, понятно, не всегда все получается, конечно, мы этому обучаем, конечно, не всегда все получается, но со временем получится, со временем получится, никуда ты от этого не денешься. Так, хорошо, мы таким образом, вот смотрите, сколько мы тут уже минут 20 больше идем, смотрим только одну сторону, при этом, понятное дело, что у нас еще точно рыбу, мясо, это все нужно посмотреть, ровно потому что это тоже относится к собственному производству, да? Конечно, Гульфия, видно много рыбы, а здесь копчение? Да, горячее копчение, которое делаем мы сами, мы делаем это у себя в цеху, ну, понятно, что мы в цеху можем делать только горячего копчения, ну, вот вы слышите, да, запах, вот этот вкус, аромат, ну, это, конечно, просто пройти мимо невозможно. Вот, и, конечно, уже рыбки нам показывают, что рядом есть рыбное дело, вообще на тему рыбы, в каждом, практически в каждой сети им разговариваем то, что сложности есть с рыбой. Как у вас устроена эта история? Потому что свежую рыбу чаще уже сработают, ну, как специалитет уже преподносят, и я уже все чаще и чаще вижу, что как и мясные, так и рыбные отделы, ну, чаще всего сети сдают арендаторам для того, чтобы не потерять этот ассортимент, но получить прибыль. Как у вас устроено? Все верно, у нас тоже так же устроено, но, на самом деле, это прям своеобразный бизнес, потому что мы работаем на замороженной рыбе, у нас нет охлажденной рыбы, но вот здесь вот представленность, вы видите, да, по морепродуктам она шикарная, то есть это парная креветка, которая приезжает каждое утро. Парная? Парная, она приезжает прям парная каждое утро. Ну, в зависимости от сезона, да, мы с вами это понимаем, в зависимости от сезона. Ну, конечно, здесь большое изобилие морепродуктов, вот вы видите и краба, да, и клешни. То есть, получается, ваши подрядчики буквально ночью словили, отварили и привезли? Ну, почти так, почти так, когда это в сезон, когда это в сезон. Ну, я вижу, что здесь она прям вот выложена, а здесь она заморожена. Да, она заморожена, все верно. Мы, как мы работаем? Мы работаем по-партнерски, мы берем, так как мы готовим сами из морепродуктов, готовим суп том ям, да, например, то есть правильный, натуральный, великолепный, прям уровень, наверное, ресторанного качества, даже если не лучше, то мы по-партнерски у них, то есть у нас есть взаимозачеты, мы берем у них эту креветку, соответственно, мы правильно в технологии приготовления готовим, то есть кладем правильную парную креветку. Представляете, в магазине есть возможность попробовать туу-ям с креветкой, которая ранее не была заморожена? Все верно. Все верно. Удивительно. Ну, ассортимент большой, я-то понимаю, что основная, все оплачивать здесь же, то есть здесь уже вопросы так и будут. Здесь, да, здесь все оплачивается. В чем еще преимущество, что мы можем взять столько креветки, сколько нам нужно сегодня, например, приготовить того же том яма, да? То есть нам не нужно это сырье замораживать, мы его не перемораживаем, мы берем там, нужно 200 грамм, 200 грамм, нужно килограмм, килограмм. То есть в этом, конечно, есть прелесть работы. Да, отдельный момент, я половины названий не знала, да, там Кукумария, Анадара. Мне уже рассказали, на самом деле, я успела чуть-чуть за кадром поговорить с человеком, который, да, владеет этим бизнесом. У них 4 корабля регулярно выходят в море для того, чтобы ловить все, что здесь в итоге находится. И он мне рассказал, что вот, например, Анадара – это креветка, не креветка, мидия, которая с кровью. То есть это что-то такое для меня непонятно. И уже рассказали, как трубача правильно готовить. Вот отдельное удовольствие, да, потому что как раз вопрос об экспертности, которую однозначно надо максимально допускать. Я вижу также, что у вас нужна есть живая, живой гребешок, устрица. И опять же, водолазы собирают, чтобы это все появилось здесь. Это я уже узнала. Эта рыба, она? Это рыба ваша? Нет, от поставщиков. Мы вот можем посмотреть вот здесь наша продукция. Наша продукция, которую мы делаем здесь и сейчас. Это наши вареники. Здесь вареники, и дальше мы с вами увидим пельмени. Ну, в чем здесь прелесть и особенность, наверное, да? Первое, что здесь вот, смотрите, вареники ягодные с вишней. Первые они сделаны без консервантов. Консервантом здесь служит сок свеклы. Ну, сок свеклы. Консервант? Не консервантом, извините. Красителем. Красителем сок свеклы. Натуральный сок свеклы. Вот здесь вот, желтеньких, это натуральный морковный сок. Да, все это делается, лепится вручную. Здесь вот морковный сок. Красителем служит. Вот, есть у нас вареники с творогом и замороженные ягоды. И есть вареники с ягодной начинкой. Просто с ягодной начинкой. Ну, я так понимаю, что здесь эти дамплинги, пельмени, вареники. Это очень у вас требовано. Сейчас, господи, еще японская, забыл. Дьодзе. Дьодзе. Ну, то есть мы сейчас, я думаю, что в Хабаровске уже покажем и дамплинги свои, и дьодзе. Дамплинги у нас будут с гребешком и зеленым горошком. Будет обычный классический рецепт. Манты. Да, обычный классический рецепт. Это будет свинина, курица. Еще будет три вида. Ну, я думаю, что мы к Хабаровску уже это подготовим. Это будет уже другая информация. Я вижу также такие замороженные рулетики. Да, можно приготовить шикарный ужин, как в ресторане дома. То есть пока ты раздеваешься, ты вот это все вот открываешь. Это как раз дефростируется. 10-12 минут в духовке, и все готово. Прекрасный, красивый ужин. Да, это, знаете, как бы будешь шеф-поваром дома без лишних затрат. А самое-то, наверное, сложное, как раз если мы говорим про рыбу, зачастую, это то, что не хочется ее чистить. Почистить, конечно. Вот этот запах очень часто люди любят. Но вот почему, может быть, снижается в том числе потребление рыбы? Это ровно потому, что этим всем надо очень так внимательно заниматься. Ну и косточки. Ну да, рыба – это такой продукт, на самом деле, да, очень сложный продукт. Потому что первое – запах, да, второе – чистка рыбы. Ну, я думаю, что, в общем-то, везде есть услуга, что тебе почистят рыбу, но все равно не так качественно и так далее. Поэтому мы как бы взяли это на себя, эти рулетики и шашлычки рыбные, когда ты просто можешь прийти и с удовольствием приготовить уже. Мы сейчас так планомерно прошли. То есть мы прошли к астрономии. Здесь огромный остров рыбы, как мясо, колбасы. Я вижу очень здорово комплиментарно выставлено вино, чтобы можно было, как говорится, далеко не отходя, соответственно, все эти категории закрыть и всю эту вкусноту добрать. Но мы идем, опять же, к собственному производству. И я вижу пасту, пироги, я вижу пироги. Большой остров у нас – это шоу-кухня, где мы, в принципе, ну, вот эти пироги мы готовим, понятно, что в цеху на наших печах, на подовых печах. А вот здесь вот уже представлено то, что готовят вот здесь ребята. Это вафли с разными начинками, бельгийские вафли, вот видите, да? Вот готовят трубочки. Покажи, пожалуйста, трубочку. Хрустящие трубочки, да, из нашего детства. Начинаем с вареной сгущенкой, как мы любили все в детстве. Прекрасные пироги-сметанники. Хит-продаж, который у нас есть. Тарты, яблочный тарт, грушевый тарт, пирог-чародейк – это все то, что, ну, в принципе, естся всегда каждый день. Цена вопроса, она невелика, на самом деле, если мы с вами посмотрим. То есть прекрасно можно… 150, 170. Да, вот половинка – 170. Можно взять просто на ужин, да, или, там, не знаю, на завтрак. 170 рублей. Дома готовить сильно дольше будет. И дольше, и дороже, правда. Да, конечно, в данном случае мы явно приучаем уже людей переставать заботиться о тех вещах, что у тебя в холодильнике или там в шкафу кухонном находится мука и все-все-все. Ты просто здесь зашел, купил ровно то, что именно в этот момент тебе хочется. Вижу удон, вижу тумьян. Да, четыре вида удона мы делаем. С курицей, с говядиной, с морепродуктами, со свининой. То есть на любой вкус. Понятно, что мы делаем шаурму из… Вот, кстати, мальчик собирает сейчас шаурму, да? А, да, да, да. Можно прям посмотреть, да, при тебе прям собирается. То есть делается из курицы и из говядины. Ну, вот сейчас в данный момент это курица. Ну, наш прекрасный, о чем мы уже с вами говорили, это суп том ян. Да, суп том ян. Вот с той самой креветкой, да? С той самой креветкой, да. Лагман тоже здесь, ну, вот правильная подача, что не раскресится сам лагман. Лагман готовится вручную, вытягивается вручную. Да, это трудоемка, но это вкусно. Одно из творений, которые мы делаем сейчас, это паста итальянская. То есть это тоже… Вот смотрите, у нас тут четыре виды пасты представлены. Паста итальянская, вот эта… То есть вот здесь вот красителем является морковка натуральная. Вот здесь вот является укроп с чесночком. То есть очень своеобразный вкус сразу приобретает. Здесь обычная классическая, а здесь петрушка с лимоном. Насколько востребована такая вот, ну, на мой взгляд, ну, все-таки немножко эксклюзив, да? То есть вот как вы формируете потребителей и объясняете, что это вот нужно, что свежая паста? Мы же действительно не приучены тому, чтобы свежая паста. Ну, во-первых, мы начинаем только эту историю, надо сказать, что сейчас вот у нас есть пока присутствует только два соуса. Я думаю, что мы сейчас линеечку эту разнообразию мы сделаем побольше. Потом, конечно, в планах есть, чтобы устраивать мастер-классы непосредственно здесь. То есть мы сейчас приучаем покупателя, чтобы покупатель мог собрать как конструктор свой набор и дома приготовить итальянский ужин. Я думаю, в скором времени мы уже сделаем мастер-классы, где здесь вот будут показаны, каким образом можно сконструировать этот наборчик. Домой пасту показать. Про конструктор, что-то я там где-то видела про конструктор, мы должны это будем увидеть еще и глазами. Чебуреки, беляши. Ну, понятно, что блины. Здесь же делаются кутабы. Это кутабы с творогом и кутабы с мясом. Вот, наверное, следующий уже процесс потом пойдет. Блины вообще, так как магазин, он у нас круглосуточный, блины практически есть всегда. Блины горячие есть всегда. Здесь всегда ставит человек, который даже ночью, так как продукт востребован, конечно, да, готовит. Так, у нас здесь пицца. Вот здесь печь-де-бак, где здесь, вот здесь как раз у нас делается пицца. На сегодняшний день мы как раз заводим линейку сладких пицц. Это будет четыре вида сладких пицц. Например, груша и сыр с плесенью, да, с голубой. Да, сочетание вкуса. Очень интересно, например, будет пицца с ММДМСом, да. То есть тоже такая интересная для детишек. С шоколадом. Да, цветная. Да, и цветная, это будет очень круто. Здесь же делаются тарты. Я отмечу, что здесь мы еще находимся, знаете, вот если бы я у этой полки оказалась, то мне казалось, что я в Казани. Даже чак-чак. А это тоже вручную? Да, это все вручную, конечно. Режется вручную, собирается вручную, укладывается вручную. Потому что на самом деле на полках от других производителей этого чак-чака было очень много. Я попробовала в чак-чак. Для меня было странным, что он так выглядит, что такой вкус. И я решила, что нам надо все-таки запустить эту линейку с чак-чаком и показать, ну, какой он должен быть, наверное. А пицца, я-то понимаю, ну, вот сейчас мы не видим пиццу, то есть периодически есть какие-то перерывы, потому что есть уже достаточно набрана. Да, достаточно, но вообще, как бы, здесь принято немножко по-другому. У них есть, в принципе, они как стол заказов. Человек вообще уже, как бы, приучен, заходя сюда, заказывать себе пиццу. И как раз за 20 минут, то есть даже 20, да, то есть 30-40 минут обходит магазин, он приходит уже со своей пиццей. Как бы, это, в принципе, сервис этот работает. Это удобно. Удобно. Ну, а здесь у нас восточная кухня, самса трех видов. Ну, конечно, куда же мы без плова? Плов. Есть классический плов с говядиной, есть плов со свининой, он тоже востребован здесь. И вот сейчас я вижу, что здесь готовится казан-кебаб с говядиной. Ты понимаешь, что, наверное, уже готов и практически больше, чем наполнено съеден. Да, уже съеден, да, наверное, так, да, потому что вы, видимо, к обеду. Вот здесь тоже ассортимент меняется в зависимости от того, как заканчивается одно или другое блюдо. И уже, получается, если мы говорим про деликатесы, да, если человек разбирается в идее, то я вижу, что у вас еще и дополнительно фермерские, судя по всему. Я вижу, что это, понимаю, засолки, да? Огурчики, помидорчики, азолки. Сок березовый, ребят. То есть, буквально на любой вкус, любому покупателю, который пришел и здесь действительно подобрал любую продукцию. Потому что действительно это интересно. Кстати, по цене... Очень лоярно. Я тут недавно из Геленджика ехала, и я вам могу сказать, что вот в половину стоимости, ну, пол-литровой баночки продавали по 500 рублей к огурцам. Здесь литровая за 350. Ну, такая хорошая цена. То есть, получается, что человек, который сюда пришел, он точно выберет все. Вот мое ощущение, что здесь, вот мое ощущение, что я сюда, зайдя, как покупатель, вот если я сейчас включу себя, вот, человека, который идет за покупками, мне, наверное, раз 10-12 нужно прийти для того, чтобы попробовать плюс-минус все. Потому что очень большой ассортимент. Ну, вообще ассортимент большой, я думаю, даже 10-12 раз не хватит, на самом деле. Ну, да, мы же... Новинки, например. Да, каждый раз, приходя покупатель, удивляет, боже, как давно вы запустили, мы говорим, ну, это уже у нас есть. То есть, человеку нужно все равно рассказывать, человеку нужно показывать, ему нужно просто, ну, наверное, делать какие-то шоу для того, чтобы вообще человек увидел, что у нас это есть. Ну, да, сейчас чуть-чуть буквально по технологии магазина мы действительно еще посмотрим, потому что вот если сейчас мы уже вот отсюда точку смотрим, мы видим большой отдел фруктов и овощей, очень много сухого ассортимента. Давайте мы сейчас перейдем на фрукты и овощи, который тоже не менее вкусный отдел, и он меня уже там с самого входа очень привлекал, но прежде чем туда перейдем, я чувствую, что мы не можем пройти мимо такого развала сухофруктов. Это тоже аренда? Это субаренда, да, также субаренда, но вот смотрите, с каким огромным богатым выбором. Вообще в Рейми Сити подбираются... Ну, эксперты? Да, да. Субаренда, эксперты. Экспертные продажи, то есть есть специальные, ну, есть люди, которые в этом умеют, разбираются, и действительно они всегда лучше предложат. И это к вопросу о том, что часть категории все-таки надо продавать. Без продавца-консультанта, без человека, который разбирается, очень трудно получить хорошую отдачу с этой полки. Ну да, и весь ассортимент, конечно, впечатляет, что же говорить. Я понимаю, что уже многие вещи хочется попробовать. Теперь опять более-менее красивым полком фруктов, овощей. Очень много. А, кстати, Экобудущее. Партнерами как раз нашей экспедиции являются в том числе коллеги из Экобудущего. Салаты увидела, да. Покупают эту зелень? Это покупают зелень, да. Вот хочу вам еще показать, что вот так вот на Дальнем Востоке, то есть получается в Владивостоке, это пользуется спросом у нас. А я только что видела, что кто-то наливал, да? Да, малыш, да, малыш сам наливал всток. Вообще, это пользуется спросом. Здесь, наверное, ну, цитрус – это такая же история, да. Плюс у нас сейчас есть еще история, мы в Хабаровск не заходим, у нас есть в одном из магазинов еще аппарат по яблочному соку. Вот, мы начали раскручивать эту историю тоже, посмотрим, как пойдет. Ну, знаете, я вроде как сначала пропустила, а в итоге не пропустила. Посмотрите, какое количество зелени, микрозелени. Я вам могу сказать, что, ну, я не так часто вижу в таком количестве. Насколько востребована, опять же, такая история? Ну, вы знаете, поставили, по-моему, не так давно, сколько я понимаю, где-то месяца полтора назад, но, по крайней мере, здесь происходит тусовка, да, то есть здесь вечером тусовка. И потом ценник, посмотрите на ценник, 189 рублей, вот за такой бокс, мне кажется, это прекрасно. Да. Притом все по одной цене, ты можешь выбрать все, что угодно. Это вкусно, красиво и выгодно. А здесь преимущество все-таки обычный покупатель, или вы в том числе и профессиональный покупатель видите, ресторан? Мне кажется, что я больше вижу, наверное, смешанного покупателя, потому что обывателю тоже сейчас это интересно, потому что, ну, эта история такая интересная на сегодняшний день, поэтому обычный покупатель тоже присутствует. Морковь, горчица, кинза, рукола, редис, горох. Кстати, вот я пару лет назад, когда впервые столкнулась с пророщенной зеленью, для меня это было тоже больше такое удивление. Я помню, когда мы попробовали это впервые у себя дома, мы поняли, что это действительно интересный продукт, который серьезным образом разнообразит те салаты, которые мы готовим. Здорово, что, знаете, здорово, что я, видя это там, условно, в той же Германии, когда мы приезжали, и вроде это казалось таким, это точно не про нас пока. Да, 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 я это вижу сейчас на востоке нашей страны, на дальнем востоке нашей страны, и я это вижу в ваших магазинах, как уже реализованную историю, которая предложена нашим покупателям. Замечательно это понимать. Каждый раз удивляюсь и радуюсь, насколько российский ритейл серьезными и семимильными шагами растет в части таких вот интересных категорий, которые не очевидны, что могут у нас быть. Ну, а да, мы, смотрите, мы вот больше часа уже гуляем по только вот части магазина, и я все больше и больше вижу, насколько наполняется магазин. Как понимаю, вечером здесь вообще не протолкнуться. Да, вечер не протолкнуться, начиная с 4-5 вечера, наверное, да. Народ идет потоком, и где-то до 9 вечера, ну, просто народ на кассах, несмотря на то, что касс очень много, есть касса самообслуживания, да, мы дойдем дальше. Мы идем сейчас, получается, в фрукты и овощи, и я, знаете как, я, наверное, предлагаю просто уже операторам посмотреть, потому что, наверное, будет уже тесно там идти, потому что там реально много людей. Так вопрос о том, что фрукты и овощи, конечно, интересует. Вообще, на самом деле, я ехала когда сюда, у меня было ощущение, что не должно быть такого количества ассортимента. Но я вот в Петропавловск-Камчатском это отметила, что много. Много ассортимента. А кто возит? Вообще, откуда такое количество, и как оно по логистике добирается? Ну, вообще, наверное, ну, вот тут я не скажу точно, я не могу ошибиться, лучше не у меня спрашивать. Хорошо. Ну, в любом случае, логистика справляется. Да, да, да. Категорина менеджера тоже. Я могу сказать, откуда у меня приходит на производство, то есть это Китай. Это Китай, это российское, да, здесь наше производство. Я вижу там мандарины, даже с листочками, да, все-таки мандарины посмотрим, потому что уже в преддверии еще там полтора месяца, и у нас, ну, у нас уже новогодний сезон, да, плюс-минус лечился? Конечно, конечно. А тут особенность какая, а это что? Это мята. А вот это что? Это стебель чеснока, то, что мы видели. Это вот как раз жаришь, ну, вот стрелки чеснока жаришь дома, это, блин, вкусно. Офигеть как, вообще офигеть просто. Вы знаете, вы знаете, в центральной полосе России вот это выбрасывается. Выбрасывается в принципе, то есть это все отламывается, я просто знаю, как меня мама заворачивает и выбрасывает это все. А здесь оно продается. А здесь это классная еда, это очень вкусно. Это очень вкусно. Я чувствую, что мы сегодня это тоже попробуем. Конечно, конечно. Количество и видов капусты, то есть мы салаты, различная, савойская капуста, сколько видов, ну, в принципе, грибы, шитаки. Да, шитаки. Это то, что вот мы видели в своем месте. Это ножка гриба, вот этого шитаки, но это очень вкусно, это нереально вкусно. Это делаешь закуску. Вот такого я не видела. Да, закуску. Удивительно, да. Это вкусно. Кругом вкусно. Да, ассортимент, конечно, широкий. А я, кстати, знаю про эти огурцы. Они несколько лет назад в одном из магазинов, мы как раз смотрели, на рынке мы смотрели и говорили, что эти огурцы можно только самолетом доставлять. Даже в Москву она доставляется только самолетом, потому что там очень короткий срок годности, чтобы сохранил вот эту сладкость и хрусткость. И опять же, очень много специалитетов, фруктов. Кумква. Киви. А, это ку-киви. Какой интересный киви. Киви-кишмиш. Мне так приятно понимать, что находишь какие-то совершенно другие вкусы и другие продукты. И, конечно, разнообразие впечатляет, однозначно. Однозначно впечатляет. Ну что ж, фрукты, овощи, большой ассортимент. Вот много, что можно выбрать. И я отмечу, что, например, вот эти розовые, я не помню, как они, Петахая, да? Ребят. Да, да. 85 рублей. 85 рублей. В Петропавловск-Камчатске я видела за 115. Но в Москве я это практически не покупаю, потому что оно мне... Я специально посмотрю, сколько в Москве это стоит. Но у меня есть ощущение, что мне всегда это было... Ну, ровно дорого. Ну, понятно, что здесь немножко другое. И вот, да, мандарины на ветке. На ветке. Красиво. Существует вопрос, как это может быть. Ну, такая красота. Так, ну что ж. Мы таким образом, на самом деле, круг замкнули. То есть мы... Но мы прошли малым кругом, наверное, да? Совершенно маленьким кругом, да. Давайте мы, наверное, сейчас вот с этой стороны посмотрим. Вот, знаете, с точки зрения в целом магазина. Я, находясь в начале магазина, вижу все. Начиная от того, что вот там вдали пет-шоп, то есть в ветеринарии, напитки. Соответственно, пиво. То есть мы понимаем, в какую часть идти, в зависимости от того, что мне требуется. Да, на выходе мы видим много нон-фуд товара в том числе. Смотрите, пока шли до молочки, обратили внимание на заморозку из местных ресторанов. В данном случае достаточно для меня, например, уже известный бренд Supra. Несколько лет назад, когда я здесь впервые бывала, я попала к ним, и я, конечно, была более чем удивлена и порадована тем ассортиментом, который они предлагают в ресторане. Это шоу ярко. И, соответственно, тот бренд, который они создали, они уже смогли распространить еще и на готовую еду. А давайте вот пока мы вспомнили об этом, все-таки про коллаборации. А у вас уже были какие-то другие коллаборации? Да, у нас была коллаборация с рестораном Supra. У нас готовил шеф-повар за нашей вот этой стоечкой, где потом угощали мы покупателей и так далее. Мы выбрали два блюда. Это было чухахбили и это были люля из курицы. То есть мы держали прям ровно месяц или два, сейчас уже подзабыла я, держали это блюдо. Оно было приготовлено ровно так же, как в самом ресторане и ровно из продуктов, которые готовятся и которые покупаются именно для ресторана. Мы ездили, закупали прям продукты, сыры и специи. Вот, затем отрабатывали с их шеф-поваром и выставляли эту продукцию уже с себя на горячую витрину. Вот, и предоставляли это, ну, в любом случае ты можешь прийти купить в Рэйми-Сити и поужинать, как будто ты находишься в Супре, но по другой цене. Ездят, это все время про воспитание покупателя. Вообще культура потребления, наверное, одна из самых сложных задач у нас в России, потому что вот такие красивые магазины могут существовать. Ну, тут же Добрянку мы представляем тоже, вот уже вы можете посмотреть видео, которое уже у нас есть на канале. Сколько там всего интересного производится, но надо понимать, что таких магазинов все-таки, ну, пока что штучные они буквально. Почему? Потому что культура потребления еды у нас в России пока другая. И чтобы люди имели возможность привыкать в какой-то мере к качеству продукта, чтобы они хотели, ну, скажем так, пусть будет меньше, но вкуснее и насыщеннее, да, какие-то вкусы. Вот это бы хотелось, чтобы у нас приходило в магазины. Я вам могу сказать, что, конечно, в этом магазине для гурманов есть чем точно поживиться, и это замечательно. Молочный отдел все-таки попробуем дойти, посмотрели блюда из ресторанов в заморозке, но все-таки очень бы хотелось посмотреть, как устроена хотя бы одна из категорий. Хотя мы идем сейчас вдоль заморозки, я понимаю, блинчики, сырники, много навигации, подсказки, это понимаю. Кстати, очень хорошо реализовано, что хоть и не написано, но она как бы украшена, то есть у вас, понимаете, единый стиль. Подобный в же стиле, по-моему, одежда, да, то есть с какими-то такими рисунками. Безрукалочка как раз у поваров. Да, 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 да. Я прямо сейчас понимаю, что вот находясь здесь, очень хорошо реализована навигация. Сметана, творог, кефир, молоко. То есть именно когда ты здесь находишься, ты видишь конкретно, куда тебе идти. Очень удобно. Причем издалека мы видим молоко. Я бы, конечно, хотелось, чтобы здесь было все-таки написано по-русски. Ну, вот, потому что вот это Милк увидела, но все-таки... Но с точки зрения вот здесь, когда находишься, очень хорошая навигация. Ну, слушай, у вас тут много. Ассортимент, да, ссортимент хороший. Да, подобранный хороший ассортимент. Что касается алкоголя, вижу, да, там еще раздел. Опять же, я издалека легко... Есть видная комната. Слушайте, как здорово, издалека видно все. Россия, Грузия, Германия, Новозеландия, Франция, Испания, Италия. То есть все категории вина, она прям на виду. И мы с легкостью можем понять, какой страны ты хочешь попробовать вино. Холодная комната. Винная комната, да, винная комната. Так, ну, тут вот, знаете, вот называется Рэмми-сити. Явно проявляет все моменты, связанные с тем, что... И как, гурман... Просто даже интересно, какие еще вы записывали слова, которыми вы описываете свои магазины. Потому что здесь, на самом деле, действительно, если ты заходишь, сюда очень требовательный покупатель может уйти с широкой покупкой. Все есть. Ну, вот тема пива, я так понимаю, что... А, это субарендатор. А, тоже субарендатором. То есть, опять же, мы говорим про экспертность, да? То есть, если мы сами не готовы быть экспертом, мы даем возможность проявиться другим экспертам и получить... И дать тот сервис покупателю, который мы могли не смогли садить. Конечно. Опять же, вот, находясь отсюда, я вижу, не наряд. То есть, ты мимо не пройдешь. Ты все равно по каждый раз видишь все, что тебе требуется. Знаете, можно я все-таки одну такую мелочь? Мне очень нравится, когда технические вещи, которые ты никуда от них не денешься. Ну, и здесь же там пожарная безопасность. Ну, боже мой, они везде сидят и создают настроение. Новый год, да, да, вот уже скоро. Пусть оно будет так, но оно... Это вот душа. Душа магазина проявляется. Потому что о таких вещах стараются не пропустить, и можно обыграть. Я приотлично понимаю, что это технические вещи, которые обязаны быть, их нельзя закрывать. Ну, вот таким образом дополнительно привлекает. Очень много просто ассортимента, подарки. Новый год. Сколько интересного. А что это такое? Мне кажется, что это, наверное, коробочки для чая. Наверное. Да, слушайте. Причем очень стильно, очень красиво. Очень красиво. Прямо очень красиво. Прямо очень красиво. То есть здесь, конечно, если вы хотите украсить свой дом, то это... Вы знаете, вот из той истории, что когда мы экономим, с одной стороны, здесь вопрос не про экономию, здесь вопрос про красоту, про создание настроения на каждый день в вашем доме. И это вот опять про соответствие. То есть если мы говорим, что мы сюда приглашаем покупателя, которому не все равно, то в таких вещах тоже должно быть не все равно, потому что должен быть соответствующий ассортимент. Вот впереди у нас будет еще прогулка по Рэми, и я уверена, что вот эти моменты я точно уже по-другому должна буду увидеть. То есть к кондитерскому, давайте, отделу подойдем. Большой ассортимент, опять же, рассыпной. Про кондитер, он умножит же, много тоже говорим про кондитерское отдел. То есть мы в рамках выставки World Food уже не первый год делаем сессию, связанную с кондитерскими товарами, и, соответственно, в частности, с конфетами. Посмотрите, как она форма. Вкусно, сладко, палочки. Очень весело, правда? Да, да, да. Это вопрос о том, как выделяется дополнительно. Очень простое решение, но оно привлекает к себе внимание. Ну, оно такое веселое, легкое. Величательно, да, да, да. Кстати говоря, вот это нюансные вещи, и они действительно хорошо работают. Я только сейчас, вот теперь я понимаю, когда издалека я смотрела и видела, что здесь что-то такое, и вот, в принципе, далее я уже понимаю, что сюда-то в кондитерку можно легко и быстро дойти. Отлично. Вы знаете, даже есть детский отдел. Па, смотрите, какая здорово. Слушайте, как здорово. То есть здесь очень любопытно сделано, как можно детям побаловаться. То есть детский отдел максимально проявлен. Кстати, я впервые вижу, чтобы такое прям специальное оборудование. Это очень красиво. Я тут понимаю, девочки и мальчики с удовольствием побудут. Мне кажется, и взрослые с удовольствием прители бы. Мы буквально на днях смотрели магазин «Бубльгом», и там как раз отдел, в котором надо пробовать игрушки. И как раз генеральный директор Наталья сказал о том, что там чаще пап видят. Нежели детишек, да? Нежели детей, да, или там вместе. Вот, ну и вот «Поиграй со мной» очень замечательно сделано. Но, слушайте, все моменты, связанные с эмоциональным ритейлом, вы здесь явно проявили, и это впечатляет, однозначно впечатляет. Так, у нас 14, ну мы потихонечку уже подошли, подошли уже к технологиям. То есть у нас 14 касс на выходе, и я вижу... А, касса самообслуживания тоже есть. Еще мы видели, естественно, экраны по магазину, соответственно, диджитализация. Таким образом проявлено с точки зрения того, чтобы можно было красоту вашу проявлять еще в виде видеороликов, и... А кассы самообслуживания изначально были в этом магазине? Были 4 кассы, а вот сейчас вот эта зона расширяется. Вот видите, как это было. То есть таким образом мы понимаем, что если кассы самообслуживания расширяются, значит, у вас это тоже востребовано, и, в принципе, тот тренд на то, чтобы давать разные варианты и отдавать часть, скажем так, функционала от кассиров обычным покупателям, уже тоже как бы этот тренд полностью поддерживается и здесь, на Дальнем Востоке. Потому что, в принципе, в центральной полосе еще лет 5-7 назад это было, ну, таким, скажи... Такая... Ну, нет, это, скажем так, это воспринималось как еще как некое «только начинаем». Да, сейчас уже действительно становится абсолютно... Москва, то есть это должно быть в магазинах, особенно крупных, чтобы человек не ждал на кассе. Имел возможность выбрать. Ну, что ж, смотрите, таким образом мы сейчас прошли в магазин «Рэмик Сити». Меня он действительно порадовал. Можно только порадоваться в очередной раз за то, что у жителей Владивостока есть такая возможность быть в таком магазине. Много, ярко, хороший ассортимент, необычный ассортимент для разборчивого покупателя и обычного покупателя, да? И, соответственно, каждый раз радуюсь, когда такой российский ритейл я вижу. И, Гульфия, спасибо большое за то, что прогулялись со мной по магазинам. Отдельное удовольствие посмотреть было все, что касается собственного производства. Коллеги, проявляйтесь, показывайте ваши магазины. В рамках ритейл-экспедиции есть много чего уже показано из наших магазинов России. Изучайте, внедряйте, делитесь и читайте нас. Всего доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!